У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, мы сегодня будем с вами немножко общаться, не только история у меня будет, да? Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь вообще из вас есть планов закрыть новое звание? У кого есть, у кого это в планах, поставьте, пожалуйста, подписательницу. Чтобы я понимала, что здесь есть люди, которые очень и очень хотят работать. Которым я могу помочь. Круто. Супер. Вы такие... Кто-то, возможно, из вас ее уже слышал, кто-то нет. Нет, я, когда рассказываю свои истории, я стараюсь быть максимально искренней, потому что есть очень многие моменты, которые, знаете, ты как на чужих ошибках не учишься. Но, может быть, кто-то мне показал, да, прошел кто-то путь. Для меня я, возможно, не стала бы тем, кем я сейчас есть. Вообще, с Варифлэйм я зарегистрировалась сама в 2004 году, то есть считайте, в этом году, в ноябре месяце будет 12 лет. Варифлэйм пригласила, я вам рассказываю, но это сейчас важно, и я потом объясню, почему это важно. У меня мама особенная, не такая, как все. У меня мама, символист третьей группы по слуху, она глухая, коротко говоря. И мое все детство прошло, ну, скажем так, в общении с особенными людьми. Я умею говорить на языке глухим, достаточно, скажем так, с уважением и с трепетом, несмотря на то, что очень многие их побаиваются. И почему я это рассказываю? Потому что сейчас в моей команде есть такие люди, которые растут по карьерной лестнице, и это круто, потому что на самом деле никакие наши, скажем так, какие-то невозможности не могут нам помешать быть успешными. И именно моя мама привела меня в компанию Арифлэйм. Я зарегистрировалась, мне было всего лишь 16 лет, и мне знакомых, я звала знакомых. И мне сказали, здесь можно заработать деньги. Ты просто зовешь подружек, они моются, ты зарабатываешь деньги. Сказать, что мы верствовали с мамой для того, чтобы прокормить двоих детей, они, родители, нас, папы были в разводе, и я работала с 6 утра до 11 часов в день. То есть она уходила, когда еще спали, и приходила, когда уже спали. Ну, вот так, и мы практически ни в чем не нуждались, ни в чем нуждались, это в мамином внимании. Суббота-воскресенье она гоняла почву, да, и темного тепла, и... Те короткие часы я понимала, что, вы знаете, когда человек очень сильно встает, работая с 6 утра до 11 часов векера, он становится очень пожизненен, потому что ему просто-напросто не хватает человеческого вопроса. И смех, который я слышала, слышала резко, когда она была в компании, для меня было нечто золотые. Я сейчас говорю к чему, к тому, что очень многие люди говорят, да, я работаю на двух, на трех работах, я могу себя обеспечить. Вы можете себя обеспечить деньгами, но где ваше время? И я не хотела так, я не хотела работать с 6 утра до 11 часов вечера, я хотела видеть, как мои дети растут. Я хотела иметь свободное время, и я не хотела, ну, без регонии, без второй, для того, чтобы поддержать семью. Сейчас, конечно, это уже не так, но неважно. И я искала, что рефлейм сейчас только появился в моей жизни, если бы он был раньше, я действительно, ну, увидела бы в этом перспективу. Мама у меня в последствии была зарегистрирована, у меня даже было 6%. Ну, вы знаете, я работал, ну, 116 лет, у меня были карманные деньги, я действительно, у меня их практически не было, там, дискотеки и так далее. И вот, 18 лет, я даже открыла знание, 21% на тот момент это было, ну, скажем так, на эмоциях, да, то есть на эмоциях, те, кто вот кому здесь есть, если в чате есть, те, которым 16-18 лет, даже 19, они меня поймут, потому что ты делаешь бизнес на эмоциях. И ты настолько эмоционально рассказываешь об этом, да, и это приносит тебе хорошие деньги. Но если у тебя спроси конкретно, зачем тебе эти деньги нужны, ну, независимость, ну, быть крутой там, да, но особой, так сказать, сильной потребности вот в этих деньгах, ну, скажем так, нет, если, ну, чем только там она снималась, мне сейчас все говорят, что на нее очень похоже, такая же непоседливая, так как она радует, она не сидела никогда на месте, и в какое-то время она посещала именно вот так, или отдыху спортивному, в том, эффективному, или там, способу, как заработать деньги и так далее. И в 18 я влюбляюсь, влюбляюсь в своего будущего мужа Сергея, и, вы знаете, завертелась, закружилась, как-то бизнес отошел на второй план, мы упивались, да, в этой любви, и я упала, ну, знаете, может быть, я тут даже благодарна своим фонтерам, которые, в принципе, меня сильно не трогали. Они видели, что возраст, видели, что любовь мне сильно, то есть я потом, впоследствии, когда уже, да, там, потом была тогда потребность, мы сами... ...человеку закинуть, скажем так, удочку, да, то есть горошин, у нас его потом проросло, ну, об этом чуть позже. И Сережа, ну, как вообще у нас стал, скажем так, семейный бизнес, хоть мы на разных регистрационных номерах, ну, увидел у меня сам в сумочке каталог, спросила, ну, знаете, как, я как-то вроде бы стеснялась, мы только познакомились, и тут ему сразу пора рефлеим, мы что-то любим, я пыталась возьмуть его, ну, может... ...поцентов, и я с... ...ну, начали тоже как бы вместе работать, рекрутировать, но это все было... ...так, ну, скажем так, потребность, опять же, сильный, там, какой-то не было. И любовь, макой, в чем это все, скажем так, и тоже в 2009 году у нас родился ребенок. И вот здесь, когда появилась семья, когда создалась вот эта ячейка обществ, появилась какая-то другая немножко ответственность, да, более глобальная, да, за семью, за ребенок. Чему это нас вообще привело? Сережа, прежде чем вообще вот начал серьезно работать в Арифлеим, он сменил восемь различных работ, несмотря на то, что мы тогда оба были с ним студентами. И... И почему, почему так? Ну, если мои родители были за бизнес-компанию Арифлеим, то Сережина родители были против, конкретно против. То есть Сережина мама говорила, да, ты что, это же Марина. Мужчина, это девушка, как ты, мужчина, будешь работать в Арифлеим, ты сама зашел. Ты будешь каталоги разметить, и Сережа для того, чтобы, ну, скажем так, доказать тебе и им, что кроме Арифлеим больше никаких других там, кем, кем, собственно говоря, вот мы еще когда встречались, когда уже появился ребенок, кем он работал. Вот, смотрите, профессии, процвет, автозапчастей, менеджер по продажам рекламных площадей. Это все было за маленький промежуток времени. То есть буквально, может быть, ну, год, да, наверное, нет, ну, около года, то есть восемь месяцев, первое, как я не могу сейчас нам точно стоять, он сменил все, все, все вот, потому что он поработал где-то месяц, то его сократили, то он не нашел для себя никаких перспектив. Когда он работал в магазине музыки, там вообще была температура минус, плюс 10 только в помещении, там постоянно нужно было перебирать диски, он работал в перчатках, в двух кофтах, на обед выпускали только на 30 минут, и заработал он тогда, ну, на тот момент, ну, вообще копейки. На обед там мне, я ему вот сижу просто вот так вот на него смотрю и говорю, слушай, когда ты уже наиграешься, вот когда уже вот, когда? Когда уже вот хватит, ну, сколько уже может? И он опускает глаза и говорит, послушай, я вот тут подумал, сидишь дома, получаешь детки, плюс у тебя капает рефлей, да, ты тебя заказываешь, там сидишь, делаешь, там, практически у тебя выходит точно столько же, сколько у меня. Но вот если ты смогла получить такую сумму денег, если мы вдвоем включимся в работу, в работу, значит, мы, наверное, сможем получить больше. Почему была такая острая потребность в деньгах? Молодая семейная студентка. И очень плохие отношения с родителями мута. Мы жили практически в Пробово. Я с молоком, с одной ребенка. То есть вот каша, кьян, если их, ну, картошка, картошка. Родители, если там где-то мои увидят, да, там носили гидрусунку, или бабушка там где-то нам из-под тишка тоже там давала, да, и очень была острая именно потребность в деньгах, и, ну, с родом, очень сильно не хотела. Мне вообще нечего было носить. Ну, то есть, в мерах, если я весила всегда 60, если я весила 53, 52, то все было у меня большое, и Сережина бабушка мне покупала бабушка куклы, да, и я вот в этом, скажем так, на казистой такой одежде гуляла. Фактически даже я старалась не выходить никуда в город, не поезд, никуда ничего не было. И мы очень сильно считали. Очень. Мы же гордые, мы, ну, как бы, мы хотели, и вот тут вот гордость в том, что мы хотели доказать другим, что, там, я вернусь вот к этому слайду, когда родился ребенок, знаете, бывает такое глубоко событие, которое просто вас меняет. Настолько меняет, что вы становитесь совсем-совсем другими. Вот в прошлом году вы были одни, а в 2009 году в феврале у нас была свадьба. Значит, я опять сейчас выключусь, опять... или продолжать. Петверка. Не туда и не сюда, да? Потом снова загружусь. Потому что кто-то хорошо слышит, кто-то не очень. Так вот, с февраля... лет 2009 года, когда у нас была... и потом, значит, 7 февраля у нас свадьба в 2009 году, 17 февраля 2009 года умирает мой отец. Хоть ему, в принципе, мама была в разводе, мы его видели там последний раз лет, так это, ну, скажем так, 10 лет назад, 10 лет назад рождает Ромочка, мой старший сын, и... через полтора... Через полтора... Знаете, наверное, если бы на тот момент у меня не было мужа и ребенка, мне очень тяжело было бы вообще это сделать. я тогда держалась ради них двоих, потому что очень близкий человек для меня, и, ну, как будто жизнь остановилась. Когда я нашла... ну, когда диагноз, это была в 2008 году, конечно, ей никто об этом не сказал, но говорили о том, что она... когда она узнала о том, что я беременная, она так хотела быть бабушкой, и она уже ходила с маленького, с маленького срока у моего, покупала чепчики, пилетки, доночки всякие разные, она дождалась рождения ребенка, и вот, собственно говоря, через пол, она умерла. Я к чему говорю? Потому что врачи очень удивлялись тому, ну, сколько вот... Да, у нее было 4-5-2, запущено, что это дело, 3-3, да? И удивлялись о том, как человек смог найти себе силы и прожить еще лишний год, хотя, в принципе, да, методазы были практически у всех органов. Я к тому, что, когда у человека есть цель в жизни, правил определенную планку, и он действительно желает ее достичь, птичь, остановится все, и болезнь, и недомогание. Я знаю, что если бы мама поставила себе более другую планку, она прожила бы еще больше. Ну, вот она увидела внука и прожила, ну, то есть я сейчас рассказываю, мне было прожить. И потому что она его очень сильно очень сильно ждала, и действительно, как бы, это было ее на год. И, сейчас я переключу слайд. Вот моя мама. И она очень-очень много мне в детстве мне сейчас помогает именно вот в нашей работе. Тяжело мне это перенесла, очень долгое время я не смогла, мне могла просто работать, Сережа ходил на работу, для меня просто было очень тяжело это перенести, слава Богу, я справилась, продолжала кормить ребенка, несмотря на то в своей жизни. Но для меня это послужило стимулом, что у меня никого нет, да, у меня есть брат младший, у меня на 7 лет младшая кто-то знал, что нужно работать. И Сережа, когда уже последний раз пришел с работы, он говорит, все, я увольняюсь, все надо делать, говори, что будем делать. Я говорю, Сереж, давай мы найдем самого успешного человека в городе Вресе, это была, является наш спонсор Денисик, Наталья, я говорю, давай мы с ней пойдем, и пусть она расскажет нам, ну, заразимся успехом, да, вот, хотите стать успешным, да, получите уже меры. Так и у нас, вот пришли, они сказали, Наташа, мы хотим работать настолько, мы будем работать только в Реплее, у нас острая потребность, нам действительно они очень сильно нужны, то есть нам не на кого положиться и рассчитывать, и расскажи, что нужно делать. И она говорит, пожалуйста, вот вам собеседование, телемаркетинг, листовки и так далее, тогда онлайн еще, конечно, не все, и вот она, пожалуйста, говорит, что мы делали, с чем мы начинаем, мы разрешивали просто объявления по городу в поисках работ, но так как у меня малышу было, на тот момент, год и два, когда я начинала работать, я еще кормила его грудью, и я оставляла бабушке и деду своих стареньких, его, я понимала, что если я оставляю ребенка своего на долгое время, тем более, что я бегала каждые два часа, каждые три часа, его кормила, или по вызову там бабушка звонила, да, и я просто обещала маму, последнее, одно из последних желаний мамы было, что береги молоко, тем дольше будешь кормить ребенка, тем скорее он будет. И я старалась это выполнять, то есть я ребенка до года 7 докормила, просто посетить, что хотел носить, нужно было ехать, он хотел там ехать, но это достаточно долго. И я бегала из офиса домой, я понимала, что если я оставляю ребенка, бабушка и дедушка, я не могу сидеть в офисе и попивать чай, у меня нет на это время. И мы вдвоем, каждые полчаса, у каждого по одной встрече, у нас был каждые полчаса разбит по времени. Люди стояли на свидоре, ждали, целая очередь была к нам в собеседовании, для того, чтобы с нами побеседовать. И так мы работали целый-целый каталог. И уже первый результат экспозатор не заставил себя ждать. Вот вам, пожалуйста, вырез, каталога, на каталог 12 у нас было 2500 баллов, 13, которые мы работаем, буквально при росте 100 баллов, да, 7,789 баллов уже в 15-м стоимости. То есть через 2,5 каталога мы с процентов сделали 22. И тогда действительно, вы знаете, когда ты получаешь доход, на тот момент это было 3 миллиона белорусских рублей, это было 1000 долларов, и когда ты до этого получал такие копейки, ну, мы реально просто, когда мы увидели эти деньги, ну, нам снесло башу, потому что ты пойдешь в магазин, и ты можешь не смотреть на цель, ты идешь покупать вещи, и ты можешь тебе купить то, что ты хочешь, в конце концов, ты идешь ребенку, покупаешь ту игрушку, которую он хочет, и вы знаете, это настолько сильная мотивация, когда мы работаем не ради денег, мы работаем ради возможностей, которые дают эти деньги. Я не всегда говорю, не ставь себе планку, я хочу заработать там столько-то столько, пойми, зачем тебе просто нужны эти деньги, на возможности, найди эту цель, и иди, потому что мы просто пахали и работали, 22%, и в следующем году, где-то, наверное, получается, в марте или в апреле открывать сережу 22%, и, ну, то есть подо мной получается директор, директорская структура. Мы тогда работали чисто вот объявками, там, соцопроса на улицах, мы просто делали. Меня многие тоже спрашивают, мои консультанты, и на тот момент тоже, ну, в чем секрет, в чем секрет, нужно просто взять и делать. Никаких секретов нет. Хочешь работать онлайн, так возьми и делай. Не ты отправил 10 сообщений и ждешь, что на тебя свалится манна невестная. Нет. Если ты хочешь работать в скайп-собеседовании, так дорогая, сколько у тебя есть времени на работу? 8 часов времени на работу. Так вот, возьми, каждый час, должно быть, осень в скайп-собеседовать. По максимуму загрузи себя, если, ну, для того, чтобы какой-то перерыв 10-15. Если ты проводишь встречи в офисе, аналогично, мысль, у тебя есть 10-8 часов времени на работу, например, ты выделяешь их, да, и ты из них тратишь 20 часа только за беседу с людьми. Нам же нужно рекрутировать, мы деньги получаем за что? За приглашение новых людей, и потом с ними мы работаем, да, и так далее. Значит, соответственно, ты рекрутируешь, да, 8 часов, остальные там 2 часа ты выделяешь. Сутки 24 часа. И, мне кажется, 12 часов на отдых вполне достаточно. Никаких секретов нет, возьмите и делайте. Просто немногие доводят это до конца. Поэтому, и, соответственно, нет результата. Жду чего-то. чего-то, не знаю, я говорю, ждете, когда вам кто-то постучится в дверь и скажет, здравствуйте, я ваш новый директор, да, я сейчас вам приглашу 200 человек, давайте будем работать. Такого, к счастью, к сожалению, не будет. В 2011 году вот я закрыла звание директора, я тогда, помню, написала контрольную я заканчивала Минский государственный университет, написала контрольную, я даже не успела поздравляю на сцену, я на сцене не была, и уже прибежала, когда уже просто серьезно получил чек. 12-е было, ну, знаете, мне до тот момент было как-то странно, что меня все говорят, как-то все, знаете, поздравляют, вы такие молодцы, вы такие умнички, а мы на всех оборачивались и смотрели, говорили, да мы ничего не сделали, мы просто себе заработали на хлеб. В чем наша молодец? Да то, что мы просто делали работу, в чем? То есть, вам было непонятно, да, то есть, почему такой весит, там, да, такая благодарность и так далее. Просто нам действительно была очень сильная потребность в деньгах, и мы это делали не ради, там, признания, а ради того, чтобы холодильник был полный, ну, у вас даже друзьям, знакомым, ну, более-неволее, ты там где-то, ну, если там ребенок, открываешь холодильник, и он, у, полупустой, и это первый показатель того, что в семье не дели, самый первый показатель, потому что, когда фруктов много, когда ломится, там, холодильник, и кто, от различных яд, то есть, можно понять, что, в принципе, у людей достаточно днева, поэтому, в первую очередь, это питание, конечно же, про волны, я вообще всего не буду рассказывать, это слово. И когда мы, вот, скажем так, вышли на тот уровень дохода, когда свадьбу нам делали наши родители, в 2011 году состоялось в сентябре наше венчание, мы тогда не венчались, ну, по тем причинам, что, скажем так, сережные родители были против, вообще наши свадьбы и наших отношений, у них были другие планы, да, на своей венчании, и мы уже решили узаконить свои отношения, и мы сделали себе вторую свадьбу, и мы просто пригласили своих родителей туда в качестве гостей. Мы полностью все, все, все оплатили, машины, крутой, самый, самый крутой ресторан у нас был у города Бреста, мы специально туда пошли, потому что мы хотели пригласить туда родителей, и чтобы они пришли туда просто как гости, и они увидели, что мы можем себе это позволить, что у нас есть доход, это было не просто свой, это было просто доказательство. И Сережа Майл спрашивала, может, туда что-то нужно нести, там водку, там нарезки, ничего не нужно, все оплачено, мы все оплатили, вы приходите как гостица, садитесь и отдыхаете. Вот тогда, да, после того, как Сережина мама побывала на нашем празднике, вот тогда, а мы пригласили туда своих коллег, она тогда встала и сказала, вот теперь дети, я вижу, я вижу, что вы зарабатываете. И она сказала такую фразу, в которой я видела, что Сережа практически чуть не заплатила, сказала, спасибо тебе, сын, что ты когда-то меня не пропустил. Потому что у тебя не было бы такой жены, у тебя не было бы такого прекрасного ребенка, у тебя не было бы любимой работы. И для него это, наверное, были одни из самых сильных слов, которые вообще он мог услышать в своей жизни. И я просто, ну, действительно, это было доказательство того, что, да, мы слушаемся родителей, да, мы должны слушаться, но иногда нужно слушаться свое сердце. Слушать свое сердце, и все, что ты, оно никогда не обманешь. Банкет директора в 2012 году, это уже Сережу поздравляли на этом банкете, там пел Боссом, то есть для нас это было вообще просто мега масштабно, когда мы на какие концерты не ходили, мы нигде не бывали, Сережа, вообще. И Боссом пел, начинал, да, звезда такого уровня, то есть это действительно было просто феноменально для нас. В 2013 году банкет директоров, в 2014 году меня поздравляет со званием старший директор, старший директор, у меня родилась вторая доченька, второй ребеночек, доченька, и я не смогла присутствовать, потому что на тот момент ей был всего месяц, и поехал Сережа, для того, чтобы выйти на сцену с чеком, да, и он взял с собой своего бизнес-партнера, я за ними наблюдала, так сказать, через фотоаппарат, потом через камеру, когда они привозили, они там подписывались, чаты, и тысячи, ну, туда мы уже поехали вместе с командой, то есть уже была большая-большая команда, ну, зато мы большая, потому что мы там ездили только вдвоем, а тут уже, в принципе, как бы нас было 6-7 человек, да, то есть, ну, много. Далее, а, то есть Иракли выступал, ну, это признание, да, что касается признания, это банкеты директоров, ну, вы знаете, я просто еще тоже, ну, многие говорят, ну, банкеты, банкет, да, в 2012 году я там немножко пропустила, Сережа еще взял маму в банкет директоров, ну, он уже совсем хотел вообще ей доказать, уже, что это показать, и вот она, когда она не хотела ехать, ну, что я там буду делать вообще, какие-то банкеты, я там никого не знаю, и она приехала туда, и она когда сразу зашла, она села, она долго очень молчала, Сережу поздравляли на сцену, он специально ее позвал, когда вот его имя на завод, он выйдет на сцену, ему там руку пожмут, он там рукой помахает, да, он спустился, и она ему говорит, знаете, что делать, я столько лет отработала, она начальник, начальник поиска, я столько лет отработала на железной дороге, 20 лет, и мне за 20 лет никто так не честил, никто так не благодарил, у нас не было никогда таких банкетов, и я не получала таких премий, и вы знаете, за все это время мне дали книжку просто, да, история железной дороги в Большой Талмуд, и медаль подарили, вот и вся благодарность, и вы знаете, я горжусь вас, она сказала, я искренне вам горжусь, и в следующий раз вы меня позовете на банкет, когда вы будете сидеть вот до той, она показала, огороженной зоной, когда будете на уровне хотя бы бриллиантовых ресторан, тогда в следующий раз я буду на банкете, пусть для вас это будет символом, что Сережа сказал маме, обязательно, вот, это к тому, если у кого-то есть какие-то моменты, так сказать, со своими родными, ничего нету, лучше доказательства именно в действиях, вы можете говорить сколько угодно, вы можете доказывать все, что угодно, но пока вы в своем действии не покажете результат, ничего, они никогда не поверят, они должны увидеть это своими глазами, в 2012 году мы попали в Швецию, ну, скажем так, заочно, это тоже для нас было практически свадебное путешествие, мы до этого нигде-нигде не были, и первый раз на самолете, первый раз за границей, еще и в Швеции, когда там крутые и на конкуренции золотой, когда это супер круто, и, ну, скажем так, пять звезд, номер в отеле стоит 300 долларов, на день, и действительно, ну, носила башню, мы практически там не спали, потому что мы боялись что-то пропустить, мы бегали по стукбольму как сумасшедшие, и, ну, это море эмоций, вы знаете, ради этого стоит работать, и мы сказали о том, что мы действительно, мы будем на золотых конференциях, будем там бесплатно, и вот в 2015 году мы попали бесплатно и закрывая золото, она конференция в Испанию уже другая, да, это уже конференция на море, мы на море тоже никогда вдвоем не были, и для нас это было за счастье, на самом деле это круто, и эта конференция для меня очень была значима, потому что я имела возможность и честь познакомиться лично с Матрусом, я сидела с ним за одним столом, и я всем говорю, он меня запомнил, потому что потом, когда у нас было большое-большое мегомероприятие, да, он говорил о том, что он видел, лидера, который давно знает, и тех, с этим он первый раз только познакомился, это была Лена Березка, да, директор «Золотой» из Нимска, и вот я, с ним, он назвал наши имена, даже сколько нам лет, запомнил, он вообще у меня спросил, в каком вы звании, в группе, да, и, ну, какие вообще у вас перспективы, перспективы, и тогда я подошла к Александру Чумановичу, говорю, там, ну, мне задавали такие вопросы, он говорит, Марина говорит, он тебя запомнит, он потом тебя увидит, и обязательно у тебя спросит, и скажет, как там твоя персоналка, да, Лен, я заеду, я буду 8-го числа в Нимске, вот, потому что, ну, действительно, никакого уровня абсолютно, и то, что он, то, как он преподносит себя, и как он разговаривает, как он говорит, от него излучается дикая энергия успешного человека, и с таким человеком хочется все время быть рядом, да, окружайте себя достойными людьми, которые жалуются на жизнь, уберите их со своей жизни, вообще, в принципе, будьте только соспешными, то есть заряжайтесь успехом, и этот успех, вот, за тот вечер, и настолько им зарядилась, что, знаете, вот так магнит к нему тянет еще, да, тянет с таким людям, что хочется именно вот постоянно быть успешным и самому быть таким, для того, чтобы суметь просто вот заряжать других людей. Ну, это выступление очень часто, сейчас, конечно, вебинары в основном приглашают на вебинарах выступать, раньше это были поездки в Гомеле, и Минск, и в Тресте выступали, и ведущим были различных мероприятий, подарки, ну, кто зачем приходит в Арифлейк, кто за деньгами, кто за признанием, кто за подарками, у меня есть какие лидеры, которые работают ради подарков, ну, у каждого своя мотивация, только найдите себе эту мотивацию, пусть она вас подойдет. В 2013 году мы стали в Республиканском волно-службе в Минске, в 2014 году, видите, Анечка Козловская тоже ваша попала в стройку призеров, в 2013 году было, ну, скажем так, такое лидерство региона в глобальной неделе рекрутирования, и были рейтинги по областям, и мы вывели Брестскую область на первое место, то есть, благодаря нашему рекрутированию, видите, там сверху, там где топ-5 лидеров областей, Соловей Марина Сергеевна, мне было 95% именно по рекрутированию, всегда вас просим, делайте 10% хотя бы рекрутирования, да, там сделайте, 70% активность, 10% рекрутирования, у меня на тот момент было вам почти 96% по рекрутированию, и мы стали первыми, за это компания приехала к нам в Брест, провела БМВ уровня компании в Бресте, и вот лидеры именно по областям, они посетили самые лучшие рестораны города, ну, это было тоже у нас один из самых дорогих ресторанов, ну, прикольно, знаете, так прийти, повыбирать, кучу блюд поставить, можно там это съесть, это не съесть, Сережа взял себе стейк за 400 тысяч, сейчас, помню, там, три года назад, из говядины, он из куга мяса ел, отрезал кусочек, ну, ну, что-то чешковато, ну, так приятно, что можно оставить и взять себе какое-то другое блюдо, компания ведь оплатит, да, ну, то есть вот немножко тогда поприкалывается. Часто в зданиях, да, печатают нас, и, ну, вот это, скажем так, одна фотография сделана в 2009 году, вторая в 2014 году, да, у нас двое деток маленьких, это для нас очень-очень большой стимул для работы, и, ну, я не могу сказать, что мы живем только ради детей, да, нельзя так говорить, что вот только ради них, мы живем для наших семей, то есть для нас, для детей вместе, потому что для детей нужно быть примером в жизни, это обязательно, чтобы родители говорили, что я горжусь, да, что вот какая у меня крутая мама, какой у меня крутой папа, потому что очень часто в детстве, да, ну, расскажи про свою маму, когда ребенок не может рассказать ничего про свою маму, ну, мама, ну, вот она дома, ну, вот борщи варит, котлеты вкусные готовит, да, а какая мама, вот расскажи, зачем вот она особенная, ребенок не может сказать, а когда действительно мама чем-то, ну, скажем так, отличается, когда мне ребенок говорит, у меня мама работает, компания Replay, она часто выступает на сцене, да, то есть она помогает, а, еще он у него, он говорит, мама, ну, вот расскажи, за что вам платят деньги, я говорю, Ромочка, за то, что мы помогаем другим людям осуществлять мечты, он говорит, а мою мечту вы, если осуществите, вам заплатят деньги, я говорю, обязательно, поэтому просто грамотно, красиво рассказывать своим детям, и чтобы они, ну, чтобы они вам и гордились, да, и, ну, вот, это наша, наша семья, наши два карапузика, старшему сыну уже 7 лет, дочке сейчас 2 года было, буквально 8 мая, и у нас есть семейный бизнес, меня он очень мотивирует, когда мы только не одни, у нас уже есть в команде люди, которые действительно работают с семьями, и осуществляют свои мечты, я знаю, что я, получается, ну, работаю не зря, да, я уже кому-то что-то где-то помогла, и это круто, потому что это возвращается в 10-кратном размере, да, котик у нас рыженький, это британец, это сын с нашей кошки, любим британцев плюшевых, вот это мама с детками, да, про именно, про бизнес-маму, это наша команда, ну, здесь, конечно же, не все, это тактики, сборные фотки, вы можете посмотреть видео, там, наши команды, выступления, у нас на канале Сергей и Марина Соловей, просто Сергей Соловей, выбирайте, можете подписаться на канал, это смотреть, там много-много разных видео, я не буду на этом останавливаться, самое важное, что я хочу вам сказать, это здорово, что вас сегодня очень много, и оцените это, и, ну, скажем так, размножайтесь и умножайтесь, потому что вместе, именно вместе мы сила, только вместе можно добиться уникального, крутого, классного результата, когда ты один, один в поле него, он совершен, а когда вы вместе, рука об руку, душа в душу, вы работаете вместе, поддерживаете друг друга, всегда-всегда, что бы ни случилось, нужно поддерживать не только, когда хорошо человеку, но и когда плохо, да, мы всегда пришли бизнес строить, мы не пришли сюда строить психиатрическую клинику, да, ну, немножко разделяется, но вы команда, и вы вместе, я знаю супер ваши результаты, я знаю, сколько вы дружны, храните это, оцените это в своей работе, потому что именно это, сейчас, в наше время, приносит очень хороший результат, когда вы можете зацепить людей, именно своей дружбой, да, своей, своей силой, того, того, что вы в мире, и вообще, что, что делает человека счастливым, скажем так, это любовь, интересная работа, и возможность путешествовать, нужно любить, будь, любите, зависть, злость, оно только разрушает нас, любовь, всегда, принесет только позитив, и принесет вам счастье, интересная работа, она у вас есть, и возможность путешествовать, вы тоже можете получить, благодаря вашей работе, и нашей работе с вами, и многие, да, я уже говорила об этом, деньги не купят нам счастье, многие говорят, но они чертовски быстро вам его принесут, и грустить лучше в шикарном Мерседесе, да, чем в троллейбусе, или в автобусе, помните об этом, и те, кто говорят, что не в деньгах счастье, да, не в деньгах счастье, но и в их количестве, поэтому пусть у вас будет конкретная, четкая цель, деньги просто будут способом достижения цели, даже вот счастье не купишь, а может быть и купишь, когда ты видишь довольные, счастливые глаза твоего ребенка, когда он здоров, потому что ты ему даешь велмоз, велмоз клюк, когда у него есть те игрушки, которые он хочет, когда он отдыхает на море, он счастлив, он здоров, когда ты можешь ему позволить разные развлечения, все, что угодно, и это ребенка заряжает эту энергию, когда ты в первую очередь счастлив, когда ты не паришься, потому что у тебя нет денег, и ты не знаешь, как же их достать, где же их взять, когда у тебя есть достаток, ты сам счастлив, ты не хочешь есть ближайшего, а самый близкий для нас, это наши дети, зачастую многие делают ошибку, не срывают на буты, потому что какие-то семейные, финансовые неуряди, дети в этом абсолютно не виноваты, я уверена, что каждый ребенок хочет видеть своего родителя счастливым, так вот сделайте себе счастливым, у вас есть ли это супер возможности, будьте счастливы, у вас есть переклей, заработайте деньги себе на счастье, пусть будут счастливы ваши дети. Это такие картинки, которых мы еще, скажем так, с семьей не делали, мы не катались еще на яхте, все вместе, мы не плавали все вместе с аквалангом, и не строили большой-большой песочный дармах, это то, что я хочу сделать со своей семьей, это моя мечта, и я знаю, где мне взять детство для ее достижения, какие у вас мечты, я сейчас с вами рассказываю, проявите меня, я думаю, что вы уже видите, это висит калаш мечты, я сейчас нахожусь у тебя на кухне, и каждый день, ну, то есть большую часть времени, конечно же, проводишь на кухне, утром, вечером, да, в основном, где-то вот все работаем, ну, мы всегда просыпаемся, даже дети наши знают, у них только утром встали, посмотрели на калаш мечты, зарегивали энергию, включили его, он работает, дальше мы работаем в полноценном режиме, это круто, это хорошо, когда у вас есть визуально, я знаю, что Наташа Высоцкая тоже с вами работает, она супертренер, и вы можете взять с ней все, 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 что вам нужно для суперклассной рыбки и работы, то есть наши близкие, это самое-самое важное, что у нас есть, и с помощью денег вы, конечно же, не можете, ну, скажем так, ну, говорят, да, здоровья за деньги не купишь, ну, вы можете его поддержать, благодаря тебе, поэтому отправить, я, я всегда хотела купить маме отдельную квартиру, я хотела свозить ее на море, но, к сожалению, я не успела это сделать, и я знаю, что у вас есть шанс, если вы этого еще не сделали, не пускайте, не говорите, что это будет потом, потому что потом можно, и ваши близкие, это самое дорогостояние, что у вас есть, и можно их делать счастливыми, тоже, благодаря бизнесу компании. Странно, что очень у многих людей нет терпения построить бизнес за два года, но есть терпение ходить на работу на 40 лет, вы все знаете это изречение, я каждый раз это повторяю, потерпи два года, два года активной работы, сильной, сильной работы, потом через два года, если ты каждый день проводишь по 8 бизнес-встреч, ну пусть у тебя будет суббота, воскресенье, выходной, ладно, так и быть, хотя выходные, выходные это для слабаков, ты мне через два года скажешь, что у тебя бизнес не растет, ты не расскажешь, потому что у тебя будет в любом случае, если ты столько, столько бизнес-встреч приведешь, ты столько будешь работе, ты сам это понимаешь, поэтому делай. И у вас есть шанс, что ваши самые смелые мечты станут реальностью. Большинство людей даже не пытаются, к сожалению. То есть они начинают, затем останавливаются, и потом сдаются. Кто-то может быть себя об этом узнает, кто-то дает сейчас на попятны, кто-то может быть сейчас, знаете, как в литургическом сне, кто-то сейчас просто сидит или болтается на плаву. Но очень немногие пытаются снова и снова что-то делать и не сдаваться. И вот эти люди, будьте среди этих немногих, вот эти люди добиваются успехов и побед. Перед первыми звездами недаром есть такая старая-старая латинская поговорка. И если бы было все так просто, это бы не было так интересно. И чем сложнее, тем больше у Бога плана на вас, тем больше подарок он завернул вам в препятствие. Чем больше, да, чем больше подарок, тем больше препятствия. Поэтому радуйтесь, когда есть какое-то препятствие, значит, вас ждет что-то огромное, огромное, очень большое и очень классное по итогам. И такой небольшой анекдот. В лесу двери зарегистрировались в рефлеем, леса, лев и заяц. Очень со смыслом. И вдруг стали друг другом спорить, кто из них быстрее закроет квалификацию директора. Вот, да, это говорит, я самый быстрый, я всех обегу, всем предложу и стану директором. В леса в ответ, я самая хитрая, значит, я любого смогу отхитрить и пригласить. И он говорит, нет, я царь в биле, я просто всем прихожу, пусть все меня прослушиваются, я стану директором. Но директором стал попугаем. А почему? Потому что он просто повторял, что ему говорил в конце. Не надо говорить, что, знаете, я поэтому своим всегда говорю, ребят, не надо мне говорить, да я, да я самая крутая, да я смогу, я смогу. Покажу дело. Конкретно. Вот я делаю, дублицирую меня. Просто, не проще, не бывает, просто повторяй за мной. Если я каждый день встаю и иду в офис, значит, ты каждый день встаешь и идешь в офис. Если я каждый день провожу какие-то обучения, значит, ты тоже самое проводишь обучение. Просто работай и будь, просто меня повторяй. Не надо говорить, что я самый крутой. Не, знаете, слово серебро, молчание золота. Ты просто молчи, да, повторяй и делай. И все. И я всегда говорю, если вы мне сказали что-то, пообещали, вы держите свое слово, да. Потому что, ну, человек слово, я считаю, что я человек слово. Если я сказал, я сделаю. И я хочу, чтобы меня в команде выглядели. Поэтому, ну, будьте попугаями, да, и повторяйте за спонсора. Это обязательно вам принесет результат. И напоследок, то, что происходит в нашей жизни, все к лучшему. Иногда кажется тупик, не получилось, не сбылось. И оказывается не тупик, а это именно крутой поворот. Не конец жизни, начало нового. Я всегда думаю, а если бы мы не приняли решение? Если бы Сережа как-то искал для себя, ну, было бы не 8, а 15 работ, дальше, дальше. Сколько бы мы еще времени потеряли, да, после чего мы пришли за решение? Ну, может быть, и вообще бы не пришли за решение. И только скажут, слабые скажут, не всегда, а сильные скажут, я попробую еще раз. Самые сильные скажут, я буду пробовать до тех пор, пока все будет не так, как я хочу. Я там не при всем вижу, но я думаю, что вы прочитали. И мечтайте по-крупному. Если вы хотите крутой, крутую машину, пусть это будет Майкл. Если вы хотите отдыхать или домик, пусть это будет дом на берегу моря. Шикарный, да, и сауня, видом на море, бассейном большим. Мечтайте по-крупному. Если это звание, то пусть это будет именно бриллиантовый приликет. Сядьтесь на Луну, и через забор вы перекрытитесь. Я надеюсь, сегодня я для вас была полезна, я поделилась с вами самым-самым сокровенным. И я думаю, что многие из вас видели для себя, сделали какой-то вывод, и для вас это будет очень ценно и полезно в вашей дальнейшей работе. Мне было приятно с вами провести часть своего времени. И я знаю, что все-все-все, все-все-все потом возвращается в 10-кратном размере. Поэтому я желаю вам быть успешными. Я желаю вам закрыть все-все-все ваши новые-новые звания, которые вы себе запланировали. И чем успешнее будете вы, тем успешнее буду я, по закону Вселенной. Всего доброго. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...